За СИМ и кончим. СИМ, средства индивидуальной мобильности, с 10 июня здесь будут под запретом. От проспекта Социалистического до Ленинского появятся дорожные знаки, ограничивающие движение на электросамокатах. Такое решение вынесли в администрации города. Компании Кикшеринга, которые предоставляют прокат данных транспортных средств, точнее СИМов, они будут ограничивать движение на 100% самокат и здесь будут неактивными. Для лиц, которые пользуются частными электросамокатами, будет действовать действие данных знаков и, соответственно, если они будут заезжать, будет административная ответственность в виде штрафа 800 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут проводить рейды. В Барнауле сегодня это первая зона, где самокатчикам путь заказан, но не исключено, что список таких мест будет расширен. Статистика ДТП с участием самокатов неутешительна. С 1 апреля в Барнауле уже произошло 29 аварий, а в прошлом году за весь сезон всего 4. Одна из главных причин ДТП – самокатчики не спешиваются. Ты в темноте часто наезжает на препятствия. Такие ситуации тоже фиксируются как ДТП. Здесь-то, конечно, это пешеходная улица, тут хочется погулять спокойно, а не уворачиваться от самокатчиков. А вот вам, когда вы катаетесь на самокате, где комфортнее всего кататься, чтобы не создавать каких-то аварийных ситуаций? Велодорожки – это самое банальное место, там и народу обычно не ходит. Нужно сделать какой-то просто паркинг для самокатчиков, и пусть они там катаются, веселятся, подпрыгивают, переворачиваются и оставить в покое автомобилистов и пешеходов. Напомним, сегодня в городе действует свод правил, написанный синяками, ушибами и серьезными травмами. Передвигаться на одном самокате вдвоем запрещено. Несовершеннолетние до 14 лет могут ездить только в сопровождении взрослых. Также в местах массового скопления людей скорость СИМ ограничена до 15 км в час. Нарушителей уже штрафуют. Процедура проходит стандартно, как и с автомобилями. Экипаж дает предупреждение в СГУ и говорит об остановке средств индивидуальной мобильности. После чего берутся данные, уточняются все сведения и привлекаются к ответственности. При этом записывается номер электросамоката для того, чтобы передать в компанию. С начала сезона в Барнауле уже вынесено более 350 штрафов для пользователей СИМ. Для сравнения, за весь прошлый сезон было 600. Бороться с редкими лихачами будут радикально. Если сотрудник госавтоинспекции выявил правонарушение, он направляет информацию в кикшеринговую компанию. Сначала это предупреждение. При повторном нарушении пользователя блокируют навсегда. Такая судьба постигла уже 6 жителей Барнаула. Ирина Корчегина, Алексей Фритин. День с толком.